Так, все, ребят, посадила я малыша в клетку, потому что он очень-очень любит погулять. Видите, он мою руку совершенно не боится, он вообще ее игнорит. То есть, если у меня рука будет где-то здесь в клетке, он будет ее игнорить. Ой, что-то он туда пошел в трубу. А, вот он. Ой, он разыгрался. Вот видите, вот я ему сейчас положу руку, он просто ее понюхал и дальше пошел. Даже наступил мне на нее. Я вам серьезно говорю. А вот если я здесь сейчас поставлю руку, он на нее может залезть. Он уже так залазил. То есть, он не боится рук, он спокойно залазит на руки. И да, я, по сути, приручила хомяка за 4 дня всего лишь. Да, за 4 дня. Не бойся, скоро техколесо придет, да. Хорошее большое колесо скоро. Чуть-чуть осталось подождать. Ой, ты, босики, да. Кстати, мы научились пользоваться лестницей. И у нас прогресс. Он пошел в домик. Это его домик там. Да, вот эта вот груда салфеток, это его домик. Ребята, в общем, я изучила большое количество информации. Теперь я осведомлена и очень многое знаю о содержании хомяков. Скажем так. Вот. Поэтому как-то вот так вот. Многие мне дают советы, но советы мне дают неправильные. Например, мне многие пишут, что хомяку обязательно нужен песок. Ребята, песок нужен джунгарским и хомякам Кэмпбелла. У меня сириец. Они в песке не купаются. Не нужен ему песок. Вот. И многие также пишут, что обязателен домик, что там без домика там все плохо, там все дела, неправильное содержание. Ребята, я уже сказала свое мнение по поводу домика. Я считаю, что я смогла приручить хомяка так быстро, как раз-таки благодаря отсутствию домика. И общаясь с множеством хомяководов, я сделала вывод, что на самом деле не все ставят домик поначалу. Обычно ставят домик уже прирученному хомяку. Вот такой вот, так сказать, лайфхак небольшой. Домик, он не чувствует себя, понимаете, домик он, чтобы хомяк чувствовал себя в безопасности. У меня хомяк чувствует себя в безопасности, вот вообще в клетке. И вот в этих салфетках он не боится меня совершенно. Он чувствует себя полностью в безопасности. Он выходит из этих салфеток, вальяжно подтягиваясь, идет в кормушку, там ест с закрытыми глазами, подтягиваясь, вальяжно уходит обратно в салфетки. Это говорит о том, что хомячок чувствует себя совершенно спокойно. Понимаете, если бы он чувствовал себя неспокойно, он бы, во-первых, так вальяжно не выходил и не подтягивался. Во-вторых, он бы здесь, наверное, продолжал все кричать, что-то нервничать, психовать. Он бы не мог нормально спать, да, то есть если бы он нервничал и, возможно, даже отказывался от еды и воды. Он не отказывается ни от еды и ни от воды, он чувствует себя прекрасно. И нет, он не испытывает никакого стресса. Ну, сейчас уже. Конечно, он испытал стресс первые два дня, мы приручались первые два дня, мы кричали на меня. Ну, а сейчас уже он меня вообще не боится. Он, видите, спокойно себе сидит, кушает. Причем кушает он при мне, заметьте. Он не убегает с едой, он кушает при мне. А я спокойно вот разговариваю. Некоторые мне написали там, что хомяк должен жить в клетке 60 на 40, если клетка меньше, все, неправильное содержание, все дела и тому подобное. Я такая смотрю и думаю, блин, ребят, в клетке 60 на 40 могут жить две крысы. Вы серьезно? Какой хомяк? Вот я заметила, вот раньше, раньше вообще считалось нормой содержать хомяка в трехлитровой банке. Конечно, да, это издевайство над животными, я согласна с этим, это реально издевайство. Но раньше считалось это нормой, то есть раньше, ну, посадил хомяка в банку, насыпал туда газеты, да, там, положил и корми там периодически, воды вообще не было. Потом все-таки к животным начали относиться, ну, по-другому, и было принято хомяков содержать в клетке там 20 на 30, то есть это считалось нормой. Потом клетка считалась нормой, это 50 на 30 для хомяков. Теперь норма сейчас 60 на 40, якобы, обязательно для сирийских хомяков. Что будет дальше? 100 на 100, метр на метр, целая комната. Что будет дальше, ребята, в клетке 60 на 40, вот я не знаю, у всех моих знакомых ни у кого не содержится в таких условиях хомяки. Серьезно. Более того, у всех моих знакомых, которых я знаю, у которых есть хомяков, у нас хомяки в городе довольно популярные животные, они не содержатся даже в клетке, как у меня. Вы понимаете, то есть увидеть хомяка в клетке, которая в два раза меньше моей, это нормально. То есть, ну, это не нормально, конечно, но, блин. И вот, допустим, смотрите, я не стану покупать сейчас клетку больше, потому что эта клетка, я считаю, она большая для хомяка. Больше я покупать не стану. Зачем? Смысл? Мне кажется, что хомяку прекрасно живется и в такой клетке. Допустим, вы мне скажете, ну, раз ты не готова создать нормальные условия, отдай хомяка. Допустим, я его сейчас верну обратно. Вы думаете, он попадет в условия лучше, чем у меня? Вы серьезно? Нет, не попадет. Я не знаю, в какие он условия попадет, но явно не лучше, потому что у нас сейчас, особенно в Саратове, в нашем городе, хомяков покупают детям. Особенно, если посмотреть на Авито, детям, которые содержат хомяков в клетке, которая в два раза меньше моей, и у них даже, возможно, нет колеса. У меня тоже нет колеса, но оно скоро придет, как бы, понимаете? И потом эти дети постоянно их берут, постоянно их тискают, мучают бедных, бедолаг, и потом еще на Авито продают. У нас на Авито столько отказных хомяков, и прям вот так вот и пишут. Ребенок наигрался, отдаем вместе с клеткой. Я смотрю на клетку и просто думаю, боже мой, и вы пишете, что у меня маленькая клетка. И да, вот еще по поводу размеров. Вы же там типа говорите, 60 на 40 должно быть. У меня здесь получается 60 на 30. Но везде, вот я даже сейчас сошла и посчитала в интернете, везде пишут, что исключением являются многоуровневые клетки. 60 на 40 скорее нужно, если у вас, знаете, контейнер и нету полок. То есть, немногоуровневая клетка, просто контейнер, да, вот и ширина, все. То есть, это все, что есть у хомяка. Если хомяк имеет возможность забраться наверх, то считайте еще размер вот этот. То есть, по сути, вот этот. То есть, получается, если так посудить, со вторым этажом у меня получается здесь больше 60 на 40. Поэтому не надо мне писать, что у меня клетка не подходит. Менять я ее не буду. Переубедить меня вы не сможете. Я просто буду банить и блокировать тех, кто пишет мне агрессивно. Кто меня прям сильно упрекает в этом. И также, кто пишет матом. Только таких людей, да, я буду банить. И нет, клетку я не поменяю. Хоть вы мне раз 200 об этом скажите под каждым видео. Можете там беситься, злиться. Потому что я считаю, что моя клетка подходит для сирийского хомяка. Вот такая ваша клетка шикарная. 60 на 30 плюс второй этаж. То есть, понимаете, еще считайте вот этот размер второго этажа. Потому что хомяк может спокойно забираться и на второй этаж, и еще вот здесь тусить. У него многоуровневая клетка, двухэтажная. А не просто какая-то там дюна, у которой только один размер. Поэтому перед тем, как писать, сами изучите информацию, что исключением считаются многоуровневые клетки. В общем, так вот я немножко расстроена, конечно, из-за того, что мне такое пишут. Какое купили мы колесо? У нас будет деревянное колесо 25 сантиметров диаметр. То есть, это очень большое деревянное колесо. Оно на подшипниках. Очень хорошее колесо, которое подходит сирийским хомякам. Очень большое, просторное. В общем, прям то, что надо. Так что, я лично считаю, что нашему Лейсу очень повезло оказаться у меня. Вот, лично я так считаю. Потому что в нашем городе, не каждому хомяку так повезет. В нашем городе хомяков покупают детям. Содержат в малюсеньких клетках карцерах. А колесо используют вообще непригодное для хомяков. Так что, это лично вот мое мнение. Если вам не нравятся условия содержания, вы можете не смотреть мой канал. Потому что, ну, если вам не нравится, если вы считаете, что условия содержания ужасные, зачем тогда смотреть. Вот, кстати, еще, что говорит о том, что он чувствует себя в безопасности. Видите, у него глаза закрыты. То есть, он реально, он кушает с закрытыми глазами. Он очень часто вот так вот залазит в миску, там что-то ест, кушает и с закрытыми глазками. Это выглядит так мило. Такой чудесный хомячок с окантовочкой на ушках. Ну, просто прелесть. А там у него запасы. Он там иногда делает запасы. Ну, не всегда. Чаще всего он ест здесь прям. Да уйти. Господи. Что такое? Прилипло к носику корм. К носику корм прилип. Ой, Тимур, слетки. Да. Да, мой хороший. Тимур, вот так. Ой. Да. Ты зима, я рада. И смотрите, как бы водить купье. Некоторые вообще, блин, воду не дают хомякам. Это ужасно. Серьезно, ребят. Хомякам обязательно нужна вода. Если вам кто-то скажет, что хомяку не нужна вода, так могут в зоомагазине говорить. Не верьте. Хомякам нужна вода. Обязательно должна быть поилка с чистой свежей водой. Обязательно. Просто учтите это. Потому что я знаю, что некоторые содержат не без воды хомяков. Это просто издевательство над животными, лишать их воды. Вы можете себе представить? Каждый день чувствовать жажду. Но это же ужасно. Дю, ты напился? Мой хомячок. Мой маленький хороший хомячок. Ты напился, да? Все, попил водички. Видите, я ему сейчас руку поставлю. Он вообще не боится. Он ее игнорирует. Он понюхал даже, кстати, ее сейчас немножко. Видите, он вообще ее игнорирует. Все, он меня не боится. Он знает, что я ему вреда не причиню. Что я ему зла не желаю. И что моя рука это неплохо, это хорошо. И что моя рука ничего ему не сделает. В общем, вот так вот. Такое у нас получилось видео. Оно немножко получилось негативным. Уж простите меня. Ну, какое есть, так сказать. В общем, ладно. Любите животных. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И всем пока. До новых видео. Идем. Кушаем закрытыми глазками. Кушаем. Хороший мой ребятеночек. Никому я тебя не отдам. И живешь, ты у меня лучше всех. Да, ты у меня будешь жить лучше всех. Тебе еще скоро колесо придет. Большое-большое, огромное-огромное колесо. И все у тебя будет замечательно. И кротологу, если ты заболеешь, не дай бог мы с тобой поедем. И чистая свежая вода. И корма много-много. И всякие вкусняшки. Все у тебя будет, малыш. Субтитры сделал DimaTorzok